На румынском автопроме есть такие грузовики, как Карпаты и Бученджи, у которых есть общие черты с нашим ЗИЛ-130. Создается впечатление, что кто-то у кого-то скопировал, но так лишь кажется, а в действительности все иначе. В послевоенном Брашеве было время, когда с конвейера сходили оригинальные копии ЗИС-150 и самосвал ЗИС-585 по лицензии. Естественно, не обходились без специалистов из СССР. Румынам приходилось отчасти модернизировать копию советской машины из-за быстрой потери актуальности текущих серий. Обновленные грузовики выходили с конвейеров при активном участии французских конструкторов. В 1961 году с конвейера выходит новый грузовик СР-131, в народе известный как Карпать. Грузоподъемность его составляла 3 тонны. Пятилитровый карбюраторный мотор V8 выдавал 140 лошадиных сил. Это был лицензионный двигатель от Ford, сцепление однодисковое, сухое, коробка на 4 скорости. Если сравнивать с нашими грузовиками, то СССР-131 Карпать немножко похож на ГАЗ-53, хотя газон мог перевозить грузы большей массы, и лошадиные силы были у него на 20 единиц ниже. Машина в целом нашла свое место и пользовалась большим успехом у потребителей. Позже их желания подросли, и они хотели видеть больше, чем просто бортовой вариант. Так, в 1963 году на рынке появился СР-113 Бучеджи. При собственном весе в 4,2 тонны он мог перевозить грузы общей массой до 5 тонн. Количество лошадей увеличили до 160 единиц. 85 километров в час – это был его предел, а средний расход горючего – около 30 литров на 100 километров. В коробку добавили пятую передачу, синхронизаторы имелись на всех скоростях. Кроме первой из опций, задний мост можно было оборудовать двухступенчным редуктором. Бучеджи вышел за пределы страны, и там тоже нашел своего потребителя. Рынок был разный – Южная Америка, Ближний Восток, Кипр, Греция. Очень часто их можно встретить на Балканах. Интересный факт, что даже в Северной Корее такие машины нашли свое применение. Об этом могут свидетельствовать редкие фото из этой страны. Румынские грузовики не были распространены в СССР, как венгерские автобусы Икарус. Даже журнал «За рулем» не делал о них большие репортажи.